Добрый день, дорогие друзья, с вами Докит канал World of Games. Сегодня мы поговорим о такой проблеме, как совместимость континента Uplay и Steam. Я сам лично столкнулся сегодня с такой проблемой. То, что я купил игру Far Cry 4 в Steam, а дополнение в Uplay... Ну, так как у нас всё равно при запуске Far Cry 4 перебрасывает в Uplay, вот, то там не оказалось дополнения. Я был удивлён, конечно, разочарован. Но хотя я не знаю, почему изначально такая проблема. Это сейчас я вам говорю, кто с этим столкнулся, что уже ничего не поделаешь, и вам надо обращаться в службу поддержки. Я обращу службу поддержки. Ну, для начала я им просто скинул на электронку. Вот, ребят, но мне не ответили там. Я подождал там денёк чуть больше. Я решил позвонить. То есть я позвонил оператору. Отдумал, ну, думал вообще там долго придётся ждать. Вот. Ну, нет. В течение минуты взял оператора и объяснил, что на самом деле такая существует проблема, что у них нет совместимости. Просто дело в том, что вот, ну, вроде, да, две такие компании, то есть Steam и Uplay, как может быть такое? Вы спросите то, что, блин, они должны как-то там между собой договариваться и делать так, чтобы было удобно игрокам или клиентам. Просто без разницы, где брать, но чтобы всё это работало. Ну, нет, видите, нет у них такой... Так у них нельзя, и поэтому мне советовало... Ну, больше ничего не посоветовал, как возврат средств, ребят. Я, кому интересно, телефончик я скину, службу поддержки под видео. Дело в том, что я не знаю, насколько они быстро отвечают на письма, но всё же лучше, наверное, позвонить. Снимают ли за это деньги горячие линии, я не знаю, ребят. Вот честно, не буду врать, поэтому сами для себя решите, звонить или нет. То есть я прямо подал заявку, что он меня принял её. Сейчас я вам даже покажу. Сейчас, минуточку. Он сказал то, что как бы деньги возвращают, но есть но. Как бы могут ещё рассмотреть. Как бы сказать, может быть такое, что вам их и не вернуть. По сути, я считаю, что это неправильно. Вот, потому что, ну, везде, в принципе, везде, даже в стиме, деньги можно вернуть на определённых условиях. То есть я в прошлом видео снимал. А здесь, ну, раз человек сомневается, значит, такое может, возможно такое. По сути, я купил её. То есть я не знал про эту фишку. Эта фишка не прописана на главной странице Uplay, что может такое быть. Ну, я не видел, по крайней мере, не буду я лукавить. Вот сейчас я вам покажу. Вот у них есть ссылочку, которую мне скинули после того, как я подал заявку на средства. Вот есть ссылка, ребят, тех, кто с этим столкнулся. И просто я делал видео для тех, чтобы, может, кто-то увидеть видео случайно, и чтобы не делать таких ошибок. Или кто сделал, и думает, как всё. То есть как с Uplay, ну, вообще связаться, вернуть там средства, или попытаться хотя бы. Вот они, видите, ребят, пишут, совместимый контент игр между Steam и Uplay. То есть мы рекомендуем, что нашим пользователям приобретать игры, а также дополнение к континенту, такой, как, допустим, дополнение одного и того же производителя, то есть одного и того же компании. По сути, ну, я грубо скажу, в одной, то есть Ubisoft на одном сайте брать. То есть взяли вы Far Cry 4, берите здесь и то. Хотя, по сути, они же продаются такой же свой продукт на Steam. Чем это, почему это такая разница, почему такая проблема, что не сделал совместимость на других, где они продают свой продукт, да. Ну, это хотя бы, как бы, меня это не касается, но я думаю, это намного бы улучшило вообще. То есть как бы, было удобнее покупателю. То есть не боялся брать, и что у него там что-то будет. Ну, как бы вот так, да, я хочу сказать, что заявку приняли, заявка рассматривается в течение 48 часов, принимается решение. То есть, ребята, если вы не отвечаете, то есть ответили, не отвечает нас в течение 48 часов, то есть вы подали все, у вас написали, что вам приняли вашу заявку, приняли на рассмотрение, вы должны, если вам не дают ответ окончательное решение, которое приняли по вам, то вам надо в течение 48 часов позвонить им и еще раз уточнить результат, как, к чему, к какому решению они, ну, возможно, к какому решению пришли, и почему они так приняли, на каких основаниях, даже можно спросить. Хотя тут, по сути, нашей вины, ребят, нет. Мы, ну, человек новый, который ни разу с этим не сталкивался. Ну, просто даже, ну, первый раз начал заниматься, допустим, играми, или просто купил, зашел, зарегистрировался, он об этом не может не знать, да, Uplay. Он знает то, что, допустим, многие знают, то, что Uplay, по сути, все ее игры автоматически как бы запускаются через приложение Uplay. То есть, как бы ты ни хотела, они все все равно тебе этот... Ну, может быть, я маленько неправ, но я с чем сталкивался, все Uplay-вские игры запускаются только через Uplay, даже как вот заходить через Steam. Даже, кстати, Far Cry 3. Far Cry 3, так он вообще, берешь ключ, он автоматически Uplay перекидывает. Ну, все равно, ребят, ладно, не об этом. И кому интересно, я скину под видео номер, ну, телефон на горячей линии по Ubisoft, Uplay, вот этот Ubisoft. Вот. Поставлю вам телефончик. Там, ребят, сами решайте, но хочу вам сразу просто показать, что, в принципе, если у вас несовместимости, с этим ничего не... Что бы вы ни делали, вы с этим просто ничего не сделаете, у вас как вариант только возвращать свои средства. Ну, как... Если они... Если ваши средства, они, как бы, ну, решили, приняли решение вам вернуть их, то, наверное, в течение, я не знаю, там, 7, что ли, или рабочих дней, может быть... Ну, получается, наверное, где-то примерно 9. То есть, это с выходным, где-то так, наверное, вам они перейдут опять на карточку. Или на кошелек, куда-то, откуда вы делали, ну, свою оплату. Ну, все, ребят, на этом, наверное, я видео свое заканчиваю. Кому это понравилось или помогло, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Буки Коммвортов Геймс. Ребят, ну, всем пока, до новых встреч. Спасибо за внимание. И всем, ребят, удачи. Продолжение следует...